Григорий Петрович также считает достаточно важным рассмотреть такой спектр политического управления, как неприступность наших действий для внешнего воздействия. Также Григорий Петрович предложил принимать внимание факт того, что мы не подходимы от каких-то экстренных сил. Когда мы с вами ведем политическое управление, проявляется такое свойство политической системы оберегать человека, способствовать его деятельности. То есть у нас сфера политического управления, она умножает благость, умножает любовь, этот резонанс создает образование, передает и защищает. То есть когда мы работаем в политике, существует уровень нашей крепости и неприступности к другим воззрениям. То есть мы становимся такими бесконечно устойчивыми, мы не прогибаемся уже от какие-то системы, которые там могут выплескиваться из коллективного сознания, например. So then we become stable, solid, then we don't bend over some events which happen in the reality. Мышление становится более устойчивым, позитивным уровнем развития любой информации. And our thinking becomes a very positive level of information. Мы имеем образование, как вести партийную борьбу за идею. We have this kind of education, how to run political fight for the idea. Она заключается в том, что мы всегда делаем одно и то же, раскрываем людям их личное вечное счастье. То же самое, что делает Бог всегда, в любой ситуации. У Него есть решение для любого человека, для любой ситуации. Мы становимся в этом устойчивы и усиливает политическая сфера, она помогает выдерживать. Мы можем, да, как мозаику сложить ту политическую систему вокруг себя, вокруг любого человека, которая будет защищать, усиливать благость, усиливать любовь. Таким образом, мы можем построить, как пузырь, around ourselves, the kind of political system, which will protect us and keep us safe. Когда проявляется пютка, если человек защищен, его изначальная норма проявляется, которая дана Создателем. Когда мы хотим фундаментально познать управление, то где высокий интеллект познания? Где мы должны сосредоточить глубинный внутренний смысл, который определяет всё в этом мире через политическую систему? То есть мы должны найти корневое какое-то действие во всей этой системе. Это значит, что система, находим, что она устойчивая и вообще полностью нам подчиняется. Вся система контролируема каждым последователем мучения. Каждый же работает через макроспасение. И получается, вот сама политическая система, мы все как бы участники политической системы, но она именно наша, она не какая-то внешняя, непонятно зачем существующая. Она наша, она чётко реализует нашу идеологию. То есть политическая система, это система, которая обеспечивает вечную жизнь с кем? Значит, она с нами очень органично существует. Значит, она с нами очень органично существует. This means our political system assures eternal life for all. So this means it is there, it exists with us very harmoniously. Вот как мы говорили, да, как кафандр защищает человека и позволяет ему действовать свободно. Так политическое управление, оно очень с нами органично существует. Оно как костюм нас, можно представить, облегает, это сияние, это управление. И оно нас и защищает, и даёт бесконечную свободу. So this political system, like, it saves us, like we are in space suit. So we are comfortable, we can move around and do everything, but we are totally protected. So in that light of the control. То есть всё глобальное политическое движение, которое в мире существует, оно контролируемо через нашу политическую систему. So this means this whole of global political system is controllable by our political mechanism. И напрямую всё зависит от действия души, от движения души. Всё начинает как бы выстраиваться в мире созидательном. And everything is actually built creatively in the world through the work of our soul. То есть движение нашего созидательного мышления, движение высокого состояния духа, движение души. Это очень органично связано с политикой. Политика сразу усиливает. So this means movement of our soul, of our spirit, of our actions. This is all mechanism of our political system. Вот.